Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Опубликованные в пятницу, данные по рынку труда в США, оказались хуже предыдущих, но лучше прогнозируемых значений. Тем самым указывая на устойчивость американской экономики. Фондовые индексы США отреагировали на умеренно оптимистичный отчет снижением, так как он увеличивает вероятность более продолжительного повышения процентных ставок Федрезервом. Также обратите внимание на то, что доходность 10-летних гособлигаций США удерживается вблизи максимумов минувшей недели. Рынки продолжают лихорадить, и это заметно по большинству валютных пар, которые удерживаются в боковиках разной ширины. Это указывает на полную неопределенность, которая может быть обусловлена ожиданием публикации данных по инфляции в США. Релиз запланирован на пятницу текущей недели. Консенсус-прогноз указывает на то, что она останется без изменений. Напомню, что сейчас инфляция удерживается на 40-летнем максимуме. Поэтому даже незначительное превышение прогноза может привести к очень сильным потрясениям. В случае дальнейшего роста индекса потребительских цен в США, резко увеличится вероятность долгосрочного повышения процентных ставок Федрезервом. Проще говоря, вся эйфория, которая была последние несколько недель, исчезнет. Напомню, что за это время индекс доллара США снизился более чем на 3,5%. Индекс S&P 500 укрепился на 10%, а доходность 10-летних гособлигаций США снижалась до минимальных значений со средины апреля. Конечно, это негативный сценарий, но он может спровоцировать панику, которую удалось удержать в начале мая благодаря заявлениям главы Федрезерва о замедлении темпов ужесточения монетарной политики. Смещаясь на рынок нефти, обращу внимание на достаточно сильный ее рост. Во многом он обусловлен решением Саудовской Аравии – неожиданно сильно поднять цены для своих клиентов из Азии. Напомню, что Саудовская Аравия остается крупнейшим в мире экспортером нефти, в первую очередь в Китай, Японию, Индию и Южную Корею. В конце минувшей недели мы говорили о том, что принятое решение ОПЕК+, увеличить объемы добычи нефти не охладит рынок. Если быть откровенным, то это решение больше похоже на грубую шутку или даже на смешку. Первый торговый день недели начался с обновления максимумов. Нефть американского сорта WTI вплотную приблизилась к отметке в 121 доллар. Это очень высокая цена, которая может полностью перечеркнуть все усилия Федрезерва по сдерживанию инфляции. Поэтому уже на этой неделе ожидаю значительного увеличения попыток правительства США и других стран мира оказать давление на нефтяные котировки. Цена на нефть остается очень хорошим инструментом для манипуляции давления, который теперь используется для переговоров с США. Как следствие есть риск достаточно сильного обвала цен на черное золото, несмотря на то, что рынок остается бычим. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.